эту славу маха маха просада и я бы хотел добавить лишь одну вещь как мы можем принять маха маха просад от предных и и потому что ведь сам вайшнав никогда не считает себя вайшнавом он считает себя падшей душой если какой-либо вайшнав сидит и почитает просада то это великий вайшнав и вы приблизитесь к нему и вы скажете махараджи или прабуджи вы великий вайшнав я слышал о славе в маха маха просад от харивала в хипрабу это пожалуйста дайте мне маха маха просад то что что он подумает я падшая душа он просит от меня маха просад потому что он исполнен этого качества триада пис уничина смирение а если вы силой возьмете и и почтите он будет думать я не вайшнав и он взял рис или дал с моей тарелки то есть таким образом вы никак этим не осчастливите вайшнава каким же образом вы обретете бхакти но ведь действительно так необходимо почитать маха маха просад но как же его получить маха маха просад предположим парам пуджи под бухгут хабадай махараж почитает маха просад когда он закончил почтение просада и когда он помыл свои руки и отправился к себе в комнату только так вы сможете взять этот маха маха просад противном случае вы совершите аппарат ты мой гурдев ты почему мне маха маха просад не дает как же я бриту бхакти ты не хочешь дать мне бхакти ты не добрый что ты делаешь дай мне маха маха просад таким образом вы совершите аппарат или же вы хотите почтить воду омывшую стопы вайшнава чаранамриту от вайшнава когда гурдев приедет и будет в зале для харикатхи принесите большой сосуд и воду и и начните омывать стопы вайшнава и что подумает тогда он не будет испытывать удовлетворение внутри если вы не осчастливите вайшнава если вы не удовлетворите его как же мы обретем бхакти шикришна говорит нам спросит вы ты даруешь наслаждение вайшнаву или нет удовлетворения если вы отправитесь в навадвипа адхама парикраму или в раджа мандаву парикраму что там делают преданные приходят издалека с анкиртаной и они также разбрызгивают воду по дороге и все преданные там проходят и когда они будут там проходить и они уже уйдут то тогда можно будет почтить эту воду точно таким же образом если вы хотите почтить пыль сводостный стоп вайшнава вы что вы непосредственно будете почитать эту пыль со стоп если вы так сделаете это не удовлетворит вайшнава потому что великий вайшнав или вайшнаве никогда не считают себя таковыми предположим вайшнавы здесь проходят вот так и там где они становились стопами вы можете принять пыль оттуда но очень осторожно вы должны сделать это таким образом чтобы этот вайшнав не заметил ничего чтобы приняли его пыль да это действительно так что чаринамрита от вайшнава а также маха маха просад и пыль стоп они очень сильно усиливают наши байшнавы и мне кажется что народом даст хакур написал здесь говорится что эти три вещи усиливают наше садхану и что это за три вещи бакта пада рену то есть пыль с лотос на стоп вайшнава а также маха маха просад вайшнава и бакта пада джоу то есть вода омывшая стопы вайшнава эти три вещи усиливают садху практику преданности очень это замечательная катха который произнес харивала прабу днем в нашем матхе мы как правило поем я шума тинандана во время по гарати поэтому мы споем этот киртан вместе с шикантра и 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